Всем привет! Надо надуть вот такой фольгированный шар. Основья-то у него вроде идут трубочки, которые надуваются, что-то я не помню. Но после того, как спустил, надо обратно теперь надуть. Берем трубочку коктейльную, вставляем. И надуваем. Все, вытащили трубочку. Шарик надутый. Надо его спустить, фольгированный шар. Как это сделать? Аккуратно вставляем. До того момента, как он начнет спускать. Надавливаем. Шарик спускается. Бывают большие шары, у них одной трубочки не хватает, длины одной трубочки. В таком случае можно их просто соединить. Получился длинный трубочек. И так же проталкиваешь. И спускается. До конца. Все, можно теперь хранить до следующего праздника. Сейчас посмотрим, чего состоит клапан у такого вот фольгированного шарика надувного. А разрежу шарик. Посмотрим, что там за клапан стоит. Как он изготовлен. Беру ножницы. Беру ножницы. Беру ножницы. И сейчас разберемся, как он работает. Трубочка вставляется. И вот так вот надувается. Просто клееночка. Двухсторонняя. Трубка. У больших шариков, видимо, бывает вот эта трубка длинная. Вот этот клапан. Поэтому нужно длинная трубка. Но надо быть аккуратным. Видите, тут уже чуть не порвал я один раз. Может там сложиться быть, сложенным быть. И вытолкаете, и трубка порваться может. Вот так вот. Вот так вот. Почти и не видно пластинка. А когда она качаная, она сжимается, и получается воздух не пропускает. Поэтому надо расширять с помощью трубки, я думаю. В принципе, в мячах такая же система, по-моему. Только там резиновый клапан. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok